Кремль объяснил необходимость переговоров Путина и Трампа. В Кремле прокомментировали заявление советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который исключил встречу российского лидера Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа до освобождения задержанных в Керченском проливе украинских кораблей и моряков. Все в курсе, лидеры Евросоюза не отклонились от санкций против России в первый день саммита и Европейский совет сфокусировался на обострении в Керченском проливе и соглашении по Брэкзит. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что позиция американской стороны не является основанием для нарушения хода следствия и судебного разбирательства в отношении тех, кто нарушил российскую государственную границу. «Мы по-прежнему убеждены, что встречи необходимы как Москве, так и Вашингтону. Российская сторона сохраняет готовность к встрече на высшем уровне, а также на иных уровнях», указал представитель Кремля. Он добавил, что проведение саммита Россия-США в настоящий момент важнее освобождения украинских моряков, и выразил надежду, что Вашингтон придет к такому же выводу. 3 декабря Песков сообщал, что следующая встреча Путина и Трампа могла бы состояться на полях саммита G-20 в Осоке, который запланирован на июнь будущего года. Президенты Путин и Трампа планировали провести полноформатные переговоры в Буэнос-Айресе на саммите G-20. Однако накануне мероприятия 29 ноября Трамп написал в Твиттер, что отказался от встречи в связи с недавним инцидентом в Керченском проливе. 25 ноября корабли украинских военно-морских сил Бердянск, Яны Капу и Никополь вторглись в исконно российские территориальные воды в Черном море. Они опасно маневрировали и не реагировали на требования погранслужбы ФСБ остановиться. В результате российские пограничники применили силу. Украинские моряки были арестованы, а суда доставлены в Керчь. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное пересечение газграницы». При обыске на кораблях нашли оружие, а также приказ скрытно прорваться в Азовское море, не уведомляя о своих намерениях Москву.